Теперь мы на спорте! А как она называется сегодня, нам как раз и расскажет Владимир Николаевич. Владимир Николаевич, добрый день! Добрый день! Как правильно представить ту организацию, которая является правоприемником школы младшего начальствующего состава? Да, вот вы правильно назвали, что образовательная организация, в данный момент она называется Институт повышения квалификации работников Федеральной службы исполнения наказаний, такое длинное название. Приобрело свое начало 100 лет назад. Тогда были это обычные курсы сотрудников младшего начальства состава органов внутренних дел. Ну, соответственно, времени утекло очень много, и поэтому школа, она претерпевала множество изменений структурных. И в 60-е, 70-е годы были такие основные преобразования, когда школа, она приобрела статус учебного заведения высшего профессионального образования. То есть появились на ней кафедры, и вот одной из кафедр стала и сейчас в данный момент являться кафедра боевой, физической и тактикой специальной подготовки. Расскажите, как проходит подготовку на ваши кафедры слушатели, студенты, служащие, и сколько длится обучение? Ну, вот смотрите, наша кафедра, ну, как и все кафедры, их несколько в учебном заведении, они занимаются профессиональным обучением, повышением квалификации и профессиональной переподготовкой. Здесь проходят обучение сотрудников уголовно-исполнительной системы России, и приезжают, прибывают они к нам со всей территории Российской Федерации. Наша кафедра большое внимание, ну, можно сказать, небольшое, а большее внимание уделяет профессиональному обучению. Это те граждане, которые впервые поступают на службу в уголовно-исполнительную систему и практически начинают все с нового листа. То есть они принимают для себя решение служить в уголовно-исполнительной системе. Вот курсы 30-дневные обычно. Проучебная программа, она рассчитана на 200 часов, и такая большая доля из этой общей массы 200 часов, она отводится физической подготовке. То есть у них есть такой специальный предмет физическая подготовка. Какие требования предъявляются к конкурсантам и к тем, кто только поступает на службу в СИН, к вам приходит? Что они должны сделать? Нормативы какие сдать? Ну, первоначальный отбор происходит теми подразделениями, куда они приходят на службу. То есть институт не отбирает непосредственно будущих сотрудников. Этим занимается подразделение территориальных органов, это исправительные учреждения, следственные изоляции, их кадровые аппараты. То есть они смотрят, во-первых, в первую очередь, конечно, и на физическую подготовность, ну а также на психологическую готовность человека к работе в уголовно-исполнительной системе. Ну и первоначальный этап, они, конечно, проходят по месту службы. То есть за ними закрепляется куратор, он осуществляет координацию вот этого первоначального этапа обучения, проводится входной контроль по физической подготовке. Все нормативы, которые будущий сотрудник должен сдать, они определены нормативными документами нашими ведомственными приказами. То есть отталкиваются от этого, вот эти первоначальные, как говорится, входной контроль и проводятся. А уже последующее обучение, второй этап, они прибывают в нашу образовательную организацию. То есть к вам уже непосредственно? Да, непосредственно в наше учебное заведение. И в соответствии с учебной программой, расписанием учебных занятий, они посещают занятия и, соответственно, выполняют вот те требования, которые предусмотрены программой. Насколько серьезное требование, какие нормативы у вас предъявляются? То есть что нужно сделать сотрудникам? Пробежать, подтянуться, оттолкнуться, прыгнуть? Какие нормативы? Поднять гирю. Да, поднять гирю. Ну, опять вернемся к нашему нормативному документу, к приказу ДА-301, который регламентирует физическую подготовку, организацию обучения. Нормативы, они в принципе доступные. Доступные. Конечно, новичкам бывает сложновато, учитывая физическую подготовленность современной молодежи. Она желает, конечно, немножко бы лучшего уровня. Несмотря на то, что практически все молодые люди, они проходят службу в вооруженных силах Российской Федерации, но, как показывают первоначальные занятия, вот тот входной контроль, те навыки физические, они желают оставаться лучшими. Ну, и мы по своей квалификации, да, вот по своей возможности, мы стараемся эти вот их навыки немножко повысить, да, развить те качества, которые им необходимы для начала службы непосредственно, чтобы они могли эффективно начать свою самостоятельную служебную деятельность. А все-таки какие нормативы-то предъявляются? То есть сколько нужно пробежать, а какие-то времена есть, в которые необходимо уложиться? То есть мы оцениваем, конечно, на входном контроле основные качества, да, это быстрота, сила, ловкость, допустим, челночный бег, да, то есть оцениваться, конечно, по возрастным группам. У мужчин это, значит, 5 возрастных групп, ну, поступающие сотрудники, они, конечно, все относятся больше к первой и ко второй группе. Норматив пробежать челночный бег, это 10 по 10 метров 25 секунд. То есть достаточно высокий норматив, на оценку отлично. И если сотрудник не справляется с таким нормативом, то уровень его считается недостаточным. Бывали такие случаи, что некоторые сотрудники по несколько раз приходили к вам на кафедру, чтобы пройти вот это обучение и, может быть, несколько раз не проходили его? Вот такие случаи бывали в вашей практике? Да, такие случаи случаются постоянно. То есть мы относимся ко всем одинаково. То есть предвзятости в обучении не существует, если требуемые нормативы по сдаче текущих нормативов, текущих зачетов, итоговая тестация не выполняется. Конечно же, сотруднику дается возможность повторной пересдачи. И много таких случаев было, когда к нам с отдаленных районов, регионов, там, Республика, Коми, Нижегородская область, слушатели приезжали и второй раз, и третий раз. Да, мы удивлялись их настойчивости, но, тем не менее, все-таки они добивались нужного результата и получали заветное свидетельство об окончании вот этих курсов профессионального обучения. Владимир Николаевич, Вы сказали, что в Киров приезжают слушатели из других регионов страны. Получается, в соседних регионах нет такого центра, где можно проверить подготовку сотрудников в СИН или оборудования специального нет для обучения, для сдачи нормативов. Почему едут именно к нам? Ну вот сейчас, Вы знаете, что у нас такая обстановка сложная, да, эпидемиологическая обстановка, когда многие учебные центры, ну их достаточно много по России, другие учебные заведения, ведомственные, они работают в ограниченном режиме. Почему-то наш Кировский институт впереди планеты всей проводит обучение, ну это, видимо, тоже связано с эпидемиологической обстановкой, более такой нормальной, что ли, скажем так, проводит обучение как в очном режиме, так и в дистанционном режиме. И центральный аппарат, это СИН России, который, центральный орган, который находится в городе Москва, он ведет распределение обучаемых по тем учебным заведениям в зависимости от обстановки. Ну и, соответственно, к нам прибывают со всей страны. То есть из Челябинска могут приехать, могут приехать с Саратовской области, могут приехать с Архангельской области, были слушатели из Республики Чечня, да, то есть, ну, вся география абсолютно. Как давно Вы возглавляете кафедру, сколько лет уже? В этом году будет пять лет, в октябре месяце, как меня назначили на должность начальника кафедры. Достаточно такой уже длительный срок, да, потому что уже можно проанализировать свою работу, чего удалось достичь, чего еще предстоит, как бы, достичь в нашей работе. Ну, наверняка за эти пять лет уже подвели там определенные итоги. Вот у меня такой вопрос. А кого из слушателей больше, женщин или мужчин? Кто больше проходит подготовку у Вас на кафедре? Ну, конечно, ответ очевиден. Мужчин пока больше, несмотря на то, что женщины, они потихоньку заполняют мужские, как бы, должности, можно так сказать, то есть, они служат во всех подразделениях уголовно-исполнительной системы, даже в самых боевых, это, вот я скажу, подразделения охраны, да, которые несут службу с оружием. Но пока мы им не уступаем, да, мужская половина, и все-таки мужчин на службу приходит больше. Для женщин нормативы другие? Чуть пониже? Да, естественно, женщины выполняют более легкие нормативы, то есть, у них меньше возрастные группы. После сорока лет женщины проверки, физической подготовки не подвергаются. То есть, да, вот такой щадящий режим. Мужчины до окончания службы, то есть, они постоянно сдают вот эти нормативы, бег, прыжки, поднятие тяжести, подтягивания, да, ну, а женщины ограничиваются только в сорокалетнем возрасте. Получается, вашим сотрудникам и слушателям кафедры нужно быть постоянно в физической готовности, потому что в любой момент могут отправить на сдачу нормативов и, как бы, посрамить честь собственного заведения. Ну, нельзя. Ну, вот последняя проверка показала, инспекторская, да, вот у нас есть такой контролирующий орган в виде, да, инспекторской проверки. Вот, и комиссия приезжает и проверяет, ну, все направления деятельности, в том числе и профессиональную подготовку, куда входит физическая подготовка. Наша кафедра занималась подготовкой личного состава института, это достаточно много сотрудников, которые носят погоны. Ну, и по итогам проверки хорошая удовлетворительная оценка была поставлена, то есть с учетом сдававших женщин, большая часть преподавателей – это женщины. Ну, тем не менее, как бы, вот эти испытания мы прошли достаточно успешно. Ну, о высокой подготовленности сотрудников ваших слушателей говорит еще тот факт, что сотрудники ФСИН регулярно принимают участие в различных спортивных мероприятиях. Знаю, что соревнуются и внутри ведомственные соревнования, и межведомственные. Каких успехов последних удалось добиться, вот чем можете похвастаться, наверное. Я знаю, что и вы к спорту неравнодушны. Сами принимаете участие в различных спортивных соревнованиях. Да, ну, начну с того, что далеко, можно так сказать, в 97-м году я закончил кафедру физического воспитания Вятского государственного педагогического университета. В этом году 25 лет исполняется. Вот, и вся наша кафедра, которая вот сейчас задействована в институте, она практически состоит из педагогов с профильным образованием. Что касается спортивных мероприятий, ну, многоуровневые у нас такие состязания происходят. То есть, все начинается с подразделений. Как в исправительном учреждении, так и в институте существует своя спартакеада. По-разному она включает различные виды спорта. Если взять нашу спартакеаду, то это такие виды, как настольный теннис, игровой вид – это волейбол, легкая атлетика, лыжные гонки, включая эстафету, ну, и прикладной вид – это стрельба из боевого оружия. Команда участвует, института участвует в спартакеаде УФСИН России по Кировской области. Ну, и мы стараемся всегда забраться повыше, и нам иногда это удается. Вот, несмотря на малый состав, нам удается попасть в призы в таких соревнованиях, как легкая атлетика, лыжные гонки, которые у нас проходят в городе Мутнинске ежегодно. То есть, такие достаточно увлекательные соревнования, в которых принимают участие в качестве почетного гостя олимпийский чемпион скобов Юрий. Ну, и другие виды, такие прикладные, как служебное двоеборье, куда входит бег и стрельба из пистолета Макарова. То есть, мы тоже занимаем призовые места. Конечно, сложно институту вот с таким небольшим численным составом, то есть, постоянный состав – это не слушатели принимают участие, а постоянный состав – преподаватели. А нас не так уж и много, чуть больше 60 человек. Вот, бороться с подразделениями, с правительными учреждениями, где сотрудников по 100 и больше человек. Но, тем не менее, мы стараемся держать марку и попадать в призеров в различных соревнованиях. Это что касается регионального уровня. А на всероссийский уровень удается пробиваться сквозь региональное такое сито? На всероссийский уровень соревнования у нас проходят, это первенство в Синроссии, у них тоже своя спартакяда. То есть, в отдельных видах спорта мы участие принимаем. Всю спартакяду мы закрыть не можем. То есть, вот требования, допустим, участвовать во всех состязаниях. Но так как у нас и учебный процесс, мы должны совмещать это все с выездами на соревнования. Понятно, что если проводятся такие соревнования, они в различных городах проводятся. Но, тем не менее, нам удавалось выезжать на такие соревнования, как лыжные гонки, стрельба. Ну и достаточно высокие места мы там занимаем. Призовые места сложно занять. Среди вот такого количества террорганов, их команд, они проходят специальную подготовку. То есть, не секрет, что многие спортсмены освобождаются. То есть, если взять спорт высших достижений и роль сотрудников в этом спорте высших достижений, то вот так немножко отвлечься. То, допустим, даже Светлана Журова являлась сотрудником ГУСИН России по Ленинградской области. И до сих пор она на доске почета, как почетный спортсмен. То есть, многие лыжники, как мы знаем, Максим Валикжанин, Александр Валикков, они имеют погоны и являются сотрудниками тех или иных силовых ведомств. К сожалению, нам придется заканчивать нашу программу. Время пролетело достаточно быстро, хотя еще о многом есть о чем поговорить. Поэтому я приглашаю вас еще раз к нам для участия в программе. А напомню, что сегодня гостем программы на спорте был начальник кафедры боевой, физической и тактика специальной подготовки, полковник внутренней службы Владимир Муравьев. Меня зовут Антон Погодин. Большое спасибо. Всего доброго. А я вас приглашаю в наш институт, потому что в нашем институте есть что посмотреть, есть что показать. Ну, а всем слушателям желаю здоровья, ну и всяческий благ. Спасибо. Спасибо.